Всем здравствуйте! Я рад вас приветствовать на канале Адемс. Меня зовут Эдуард Маркет. Я сооснователь компании Адемс. Сегодня мы проводим вебинар о расходных материалах, о том, как и на чем работать. Мы планировали этот вебинар провести с Алексеем Макаладзе, заточником, которого многие знают. Но с неполадками в Майкопе, с дорогами и со всеми остальными Алексей, к сожалению, не смог присутствовать в нашем вебинаре. И нам очень жаль. Ну поэтому я решил приехать в Тольятти, вживую будет поинтереснее. Рад вас видеть, Алексей. Итак, это была шутка, все поняли. Алексей прекрасно добрался и все-таки вебинар наш состоится и у нас все получится. Итак, что мы хотим вам сказать. Все, кто пришел в наш вебинар, кто к нам присоединится и кто его посмотрит, получат в любом случае неоспоримое преимущество. Алексей, по вашим словам, что получат наши зрители через полтора часа? Мне очень часто пишут и спрашивают, чем комплектовать тот или иной станок. Именно говорим, если, например, сегодня о Full Drive, GMT-2 или Front Plate. Я сегодня расскажу, на чем я работаю, какие расходники я использую. Думаю, это будет полезно для вас. Да, кто пришел на наш вебинар, мы гарантируем, что вы получите субъективное наше мнение, мнение Алексея, мнение компании Адемс. Мы не претендуем ни на какие-либо и не указываем, кому что покупать, кому какие расходы материалы приобретать у других. Это наша точка зрения и мы имеем на нее право и соответственно будем ее транслировать. Ну да, потому что многие заточники долгими годами приходят к какому-то своему опыту и нет такого, что есть человек, у него эталонное мнение, все должны слушать его. Поэтому мы поделимся тем, что имеем мы. Давайте вкратце, кто нас смотрит впервые или кто плохо она знает, мы вкратце представимся. Компания Адемс была основана в 2010 году. Занимается производством станков для заточки парикмахерского, маникюрного, бытового, садового, медицинского инструмента. Долгий путь становления нашей компании, конечно, основывался на обратной связи заточников. Одним из них является Алексей. Итак, наша компания занимается и направление нашей компании осуществляется по трем, три направления. В общем, первое это производство станков и подбор все для заточки. Второе направление мы занимаемся обучением заточки парикмахерского маникюрного инструмента в академии заточки Адемс. И третье направление мы строим бизнес под ключ. То есть вы можете обратиться в нашу компанию, мы можем составить бизнес-план, помочь с организацией получения денег, как и в различных фондах, центрах занятости и всего остального. Также подобрать мебель, расходные материалы, инструменты для того, чтобы запуститься, помочь с выбором помещения, ну и назовем так вот что-то light-франшиза. Алексей Макаладзе, заточник с 2011 года, не ошибаюсь, основатель школы заточки ЗТМ под ЗТМ, заточка Макаладзе. Алексей занимается, занялся этой практикой с 2011 года и продолжает совершенствоваться в заточке, увлеченно этим занимается, не жалеет, как говорится, ни себя, ни денег, ничего, для того, чтобы именно, и в чем мы с ним согласны, мы занимаемся развитием рынка профессиональных заточников, потому что на сегодняшний день этот рынок, эта ниша, она до конца не занята. Профессионал в этом деле, Алексей не даст обмануть, их мало, их недостаточно, их нужно готовить и обучать, чтобы наши клиенты с вами, наши заточники, девушки, мастера маникюра, парикмахера и различных других услуг получали высокопрофессиональный сервис. Несколько слов хотел добавить. Вообще, по моему опыту, сфера услуги именно заточки парикмахерских ножниц у нас сильно недооценена даже самими заточниками. Многие успешно зарабатывают, затачивая маникюрные ножнички, кусачки и сопутствующие, так сказать, принадлежности. Лично я, ну так получилось, что заточка для меня не только дело, которое приносит мне доход, благодаря которому я могу зарабатывать, но является для меня хобби. И ножницы, это очень интересная тема. Поверьте, я приехал сюда не только, чтобы вот постоять за этим столом, но и в конце мы вам еще расскажем, какие есть планы на недалекое будущее. Приоткроем, так сказать, замовесу будущего. Чего если я приехал. Хорошо, итак, повторюсь, сегодняшнее мероприятие посвящено обзору расходных материалов, которыми пользуемся мы, пользуется Алексей и которые мы предлагаем вам для обозрения. Это наша субъективная точка зрения. Итак, и откроем некоторые, может быть, лайфхаки, может быть, секреты. Ну, зависит, если заболтаемся, если вы нас разговариваете, может быть, мы с вами чем-то поделимся. Да, поэтому не забывайте писать комментарии, чтобы было что обсудить на основании ваших вопросов. Вы можете задавать вопросы, нам наши помощники передадут информацию о ваших вопросах. Мы посмотрим по количеству вопросов, если их будет много, не много, мы будем по теме отвечать. Если будет очень много, то мы в конце вебинара ответим на все ваши интересующие вопросы в рамках отведенного времени. Примерно рассчитывайте где-то на час-полтора, но если сильно заговоримся, мы можем и три проговорить. Да, и мы, компания ADEMS и Алексей, я думаю, вот на эту тему заточки, мы все примерно одинаковое количество лет уже, мы можем говорить очень долго. Мы можем говорить отсюда не выходя часами, годами, неделями. Конечно, мы сегодня осветим не все, мы осветим какие-то базовые вещи, без углубленного какого-то, наверное, осмысления. Некоторые вопросы углубленно озвечиваем, но все рассказать про расходный материал мы сегодня не сможем. Поэтому, обратившись в компанию ADEMS, в Международную академию заточки ADEMS, где мы подробно рассматриваем применение расходных материалов на обучении, вы можете записаться по телефону, указанному на нашем сайте ADEMS.ru и, соответственно, записаться на обучение. Также, повторюсь, авторский крафтовый метод заточки парикмахерского маникюрного инструмента разработал основатель школы заточка Макаладзе Алексей и, соответственно, также проводит обучение и к нему также можете. Ссылка на канал Алексея будет у нас в описании к данному видео. Начнем, наверное, с фулл драйва. Давайте начнем. Алексей, такой еще вопрос. Скажите, какими могут путями пойти люди, заточники, кто начинающие, что бы вы им пожелали в начале пути освоения именно заточного дела? Есть несколько путей. Если брать путь, по которому шел я, то, в принципе, я был самоучкой. Но могу сказать так, что если пройти обучение, это будет хороший пинок, за неделю, пару лет такого пендаля получите, и можно будет благополучно развиваться в правильном направлении. То есть сказать, что вот вы приедете и увидите некий фантастический позу, в которой все получается затачивать, или секретный ингредиент, по факту секретных ингредиентов нет. Есть различные абразивы и различное их применение. Поэтому я бы сказал так. Вначале проконсультируйтесь. Многие люди стесняются, они напишут, какой остановок купить или что порекомендуешь, но стесняются как-то даже позвонить. Я всегда рад поговорить по телефону, рассказать вам о продукции и нет цели вам чего-то навязать. Просто вы послушайте, подумайте и принимайте свое решение. Еще я бы добавил, что путь развития заточки парикмахерских ножниц с планшайбой горизонтальной, но это, наверное, самый лучший путь, который можно выбрать. А по факту зачем я сюда приехал? На сегодняшний день, наверное, ADEMS это фулл драйв, лучший станок массового производства с горизонтальной планшайбой. Поэтому что добавить? Спасибо за конструктивную положительную оценку. Подытожу, у начинающего заточника есть два способа. Первое, самостоятельно учиться, смотреть видеоролики, где-то быть каким-то знайкой, незнайкой, всего это познавать. Но этот путь может затянуться и к моменту, когда вы уже придете к какому-то результату, вы можете остыть к этому делу, можете уже перегореть и, соответственно, бросить это дело. Поэтому, если вы намерены делать это просто как хобби, затачивать, например, для своей супруги или для своих друзей, то такой метод он приемлем. Вы не торопясь, потихонечку освоите и все остальное. Но если вы хотите свою жизнь посвятить мастерству заточки, зарабатывать на этом деньги, именно зарабатывать на этом деньги, соответственно, нужно сразу с чего-то стартануть. Нужно знать, какое оборудование нужно, нужно знать, какие расходы материала, ну и, конечно, обязательно эта технология заточки. Так, ну что, поэтому не бойтесь, экспериментируйте, не бойтесь ошибаться, но, тем не менее, вот этот весь путь, он приведет вас к нужному результату. Так, ну мы можем долго говорить обо всем этом, давайте перейдем непосредственно к практике и обзору расходных материалов для заточки парикмахерских ножниц. Итак, Алексей, вам слово. Ну, что хотелось бы сказать сразу. Нюансы заточки, наверное, сейчас мы обсуждать не будем, но если сказать вкратце тогда, то практически заточка любых ножниц, она делится на таких три грубых категории. Первый этап, мы формируем полотно ножниц, придаем внешний вид. Второй этап, мы работаем с водными камнями, сейчас тоже несколько слов, наверное, про водные камни скажем, но вначале на диске посмотрим. И третий этап, это различные финишные операции, там тоже широкий спектр того, что можно применить. Если говорить о базе, о самом начале, то мы используем абразив, скажем так, наждачная бумага, либо на бумажной основе, либо на пленке, полимерной или какая-то. В чем преимущество данных абразивов? Если брать готовые круги, во-первых, это не что-то там такое дорогое, золотое, и удобно приклеил, снял диск, поставил следующий. Диски меняются просто моментально. Ну, не знаю, конечно, всем это понятно, но вдруг кто первый раз смотрит. То есть вот, установил, сейчас вот этот стук мы просто ослабили, чтобы наглядно перестали. На металлический диск наклеивается с помощью абразивного клея наждачная бумага и разная зернистость от 300, с какой вы начинаете? 240-320. Не привык, что я на вы. Самое грубое, которое я использую на фуллдрайве для черновой абдирки, это 240 номер. Ну, как-то с годами золотая середина для меня получилась. Если приносит что-то более-менее живое, где не надо трансформации каких-то делать, то я обычно начинаю с номера 500. Вот как-то у меня номер один, это либо 240, либо 500 в зависимости от ситуации. И, кстати, честно скажу, это была идея не моя пленку отнимать, это я Володя в свое время мне подсказал. Если использовать на первоначальном этапе, то лучше пленочку отклеить. Отклеивается она очень легко, ацетон сюда наливаете, как блинчики жарили, раскатали вот так, пленку оторвали. Почему? Потому что есть некоторые элементы, которые на ножницах должны быть без вмятин и без лишних изгибов, это если не вдаваясь. То жесткий абразив, когда он выступает у нас в качестве номер один, то есть пленочку отклеили, она прямо жестко лежит, то это просто легче позволит вам сформировать базовую геометрию полотна ножниц. Думаю, достаточно. Алексей, скажи, зачем такое большое количество абразивов разной зернистости? Для чего? Да это не большое, у меня больше. Зачем? Мы купили одну, кто не знает, расскажи. Если взять ножницы с Алиэкспресса, самый мягкий металл, то там, наверное, после 240 можно сразу в 800 пройтись, и ни царапин, ни рисок, ничего не останется от 240. В принципе, все, что идет после 500 зерна у нас, оно идет для придания, так сказать, внешнего вида полотну ножниц. То есть мы же не сделаем красивую линзу на 240, и все, потом подводик, и все сделал, отдал клиенту. Это не сильно эстетично, но есть еще один момент, чем более грубая поверхность у полотна, тем больше будет прилипать мусора, тем больше будет различных потемнений. Например, ножницы часто, но они ржавеют не как гаечный ключ кинул в воду, он ржавый, а появляется со временем такая питинговая коррозия, черные точки. И чем полотно лучше обработано, тем меньше вероятно, что это случится. Но тут, конечно, еще, если отдельно сказать, это много от парикмахера зависит. То есть если она в состав для маникюрных кусачек ножницы засунет, и они там пролежат двое суток, там хоть чем полирую их, жизни у них не будет. Поэтому, если говорить о более качественных ножницах, то чтобы добиться перехода, я использую, к примеру, там 500, 800, 1200, и по настроению 2 или 2 500. Алексей, если нас смотрят новички, для чего нужны переходы от более грубого абразива к более мелкого? Потому что ты не сможешь сразу мелким сделать красиво и быстро. Почему? Потому что это будет множество царапин на полотне и блестящие такие участки. Понятно. и экономия получится неэкономной. Потому что, когда мы не делаем переходы, то мы дольше работаем на одном и том же абразиве, и по факту он засаливается, и я думаю, тут все очевидно. Друзья, значит, резюмирую. Для того, чтобы вам заточить ножницы по поверхности, она называется у нас как? Я называю со стороны наличника до выхода на режущую кромку. Мы используем в зависимости от металла, в зависимости от типа стали, в зависимости от твердости, это разные характеристики. Тут еще ремарочку небольшую. Вот если брать ножевиков, кто увлекается, ножи бывают из множества различных сталей. Если брать парикмахерские ножницы, наверное, 99,9%, это различные нержавейки. Поэтому и подход к ним примерно одинаковый. Да, но в зависимости от всего опять лишь характеристики, необходимо разное количество вот этих переходов, разное количество абразива. На каких-то достаточных 2-3 абразивов, на более, так скажем, бюджетных ножницах, если какие-то дорогие, либо какая-то есть степень большая износа, то требуется более длительный процесс выведения режущей кромки. Еще сразу же добавлю, есть два пути развития. Кто-то любит на пастах это делать, то есть пасты тоже есть, о них, наверное, пару слов позже скажем, где у нас там паста. Да, алмазные пасты. Тоже можно достичь хорошего внешнего вида, но когда будем говорить о водных камнях, я расскажу, почему я предпочитаю водные камни, к примеру, притиром с алмазной пастой в отношении поверхности поддержки на ножницах. Ну тогда я предлагаю прямо сразу перейти. Да. Итак, существует для, в общем, я расскажу, в общем, для чего нужны водные камни. Для, ножницы затачиваются с двух сторон по наличнику, как я сказал Алексей. Ну с наличника на РК. На режущую кромку. Также поверхность поддержки доводится на водных камнях, если ей, ну или до, либо если не требуется вышлифовка, делается передняя поверхность, поверхность поддержки. Таким образом, это делается, и мы предлагаем это делать, в нашей технологии заточки делать это на водных камнях. Что такое водные камни? Это искусственно прессованные мелко-зернистые частицы песка, кварца, ну и различных, скажем, абразивных частей. Вот так вот они выглядят, они бывают различных производителей, различного качества, различных размеров. Их обечисленное количество множество. Не все камни подходят для заточки парикмахерских ножниц. Как и сказал Алексей, в зависимости от типа стали, они все нержавеющие, соответственно определенные. Ну вот есть камни. Вот возьмем этот камень, что я вам о нем могу сказать. Это, наверное, по ширине, вот этот, так сказать, нижний предел, который мы можем использовать. Некоторые, например, спрашивают, а почему нельзя там на апексном бруске раз такой и заточить? Ширина 185 см. Это длина 185 см, ширина 64 см. Ну 6,5 см, это где-то нижний предел. Чем больше, тем лучше надо, да? Ну до бесконечности широкий тоже плохо, потому что если мы берем, есть камни восьмерки, а ножницы у нас редко какие достанут до того края, то по сути у нас все время, я левша и все время путаю, левый край у нас все время будет в бордюр превращаться на камень. Поэтому оптимально это где-то от 6,5 см, может быть, до 7 см, чуть-чуть больше. То есть, примерно ножницы схематично укладываются таким образом, и путем нажатия на определенные точки с определенным давлением ножницы проводятся по водному камню. Да, также смотрите, водники можно немножечко профилировать. Если не углубляться, то их можно сделать слегка выпуклыми, так как если вы возьмете лекальную линейку, положите вот так ножницы, чтобы они пяточкой касались и вершиной, в идеале у вас будет здесь небольшой зазор. Если вы работаете на плоском камне, ну не хотите заморачиваться там с выпуклость и так далее, то можно положить на лекальную линейку, придавить, чтобы исчез зазор. Таким образом вы примерно поймете, какое нужно оказывать давление на полотно при работе с водным камнем. Для любителей работать с выпуклой формой водного камня, в ассортименте компании ADEMS есть специальный профилирующий брусок. На него наносится наждачная бумага, и с помощью наждачной бумаги выравнивается, профилируется водный камень. Итак, я насколько понимаю, водных камней необходимо в процессе заточки несколько. Ну в идеале, да. То есть та же самая ситуация, что с наличником, получается нам нужно несколько переходов от более грубого, более мелкого абразива для достижения результата и частоты поверхности. Ну здесь я могу немного рассказать. Я считаю, что в принципе у каждого заточника должен быть тысячный камень, и в зависимости от производителя, либо пятитысячный, либо трехтысячный. Потому что, хотя мы все говорим, тысяча грит, пять тысяч, десять тысяч грит, нужно понимать, что у каждого производителя все равно немножко будут различные нюансы. А если вы планируете заниматься вышлифовкой, то вам нужен еще камень более грубый. То есть, к примеру, принесли уничтоженные ножницы, и вы хотите их вышлифовать, поверхность поддержки сделают, ну просто на тысячнике вы замучитесь. Там я бы еще шестьсотый добавил. То есть если вышлифовка, то шестьсот, тысяча, три или пять. Можно и три, и пять взять, но мы говорим сейчас о самом минимальном. Самом минимальном наборе. Когда я посещаю различные мастерские, где работают в основном уже несколько лет, то я вижу всегда это не два камня. У кого-то это пять камней, у кого-то это десять камней. Все зависит от, так скажем, желания и мастерства самого заточника, а также телоинструменты, которые к нему попадают и от тех задач, которые... Я тут добавить хочу, что это не значит, что человек берет десять камней, выкладывает на стол и вот через все десять. Под разные задачи. У меня камней, можете в инстаграме посмотреть, я как-то пост выкладывал, я не знаю, десятка два. Но я люблю все экспериментировать и пробовать. Будем далее двигаться? Да, да, да. Я бы камни, водники распределил на три категории. Не с точки зрения заточки сейчас, а с точки зрения того вообще, что предлагает рынок. Первая категория, это недорогие однозначно японские камни, китайские, вообще не рассматривал, у них даже неоднородность бывает. Ну или там написано с одной стороны 8000 грит, с другой 3000 грит. И очень тяжело понять, цифры перепутали. Это просто тысячник разноцветный, краски добавили и все. То получается, что сводниками, вот если взять суехира камни, к примеру, неплохие камни, они работают, выдают все свои свойства, но они довольно быстро сыпятся. Здесь, ну сыпятся в смысле, выработка идет довольно быстро. Это можно оценить как и плюс, так и минус. Плюс, многим нравится, что тысячники суехира и трехтысячники, они не засаливаются. Но их надо чаще править. Выбор за вами. Если, к примеру, брать то, на чем я сейчас остановился, я люблю работать на Нива Суперстоунах. Я не брал Суперстоуны, я чосеры взял, это более дорогая серия. Но если по внешнему виду, вы все равно сейчас не поймете какие-то свойства камней. Суперстоуны, на мой вкус, это, наверное, где-то более-менее такая золотая середина для тех, кто решил основательно заниматься заточкой. Что у нас есть на Суперстоунах? У нас есть там засаленность. Ее не избежать, она будет. Но за ним проще ухаживать. То есть, например, накосячить на кривом камне, слишком долго надо Суперстоун портить, чтобы он откровенно кривой был. Есть серия, еще недавно я опробовал, это Суперстоуны на Нива. Вот, к примеру, 600. На 600 я сейчас перед вышлифовкой как раз ножницы, если кривые выравниваю. Вот для меня, как заточника парикмахерского инструмента, я понимаю, сейчас ножевики смотрят, они могут много рассказывать чего там, о свойствах этих камней. Очень простая градация. Более-менее бюджетный. Не засаливается, быстро сыпется. Средний. Засаливается, но не сыпется. А у них идёт на чёсерах керамическая связка. Камни реально дорогие. Он может в три раза дороже стоить, чем тот же Суехира. Но он особо не засаливается и особо не теряет форму. С нержавейкой работает великолепно. Если вкратце о камешках, то наверное... Долгосрочное вложение, которое окупает себя со временем. Камнями нужно ухаживать. Если вы их оставите в воде, они заплеснеют со временем. Если вы их на морозе оставили, они могут лопнуть. На жаре оставили, тоже может лопнуть. Поэтому это надо понимать. В зависимости от ваших задач, вы выбираете тот абразив под ваш бюджет, от задач, и вы сами определяете, каким пользоваться. Наверное, такое правило, как в освоении автомобиля или еще что-то. Когда-то вы начинаете. Наверное, на примере вождения автомобиля. Наверное, первый автомобиль не стоит покупать очень сразу дорогой. Потому что... Чосер я бы точно никому не советовал. Мы говорим, что все-таки это ступень вашего развития мастерства. Если вы закрепитесь и основательно решите этим уже долго заниматься, то, конечно, это нужно вкладываться в хороший дорогой инструмент, который вам будет уже приносить пользу. Да, и вот тут я как раз таки хотел рассказать. Есть альтернатива. Некоторые так делают. На чугунных притирах, на дубовых бланках с алмазными пастами. В чем преимущество водных камней и наждачной бумаги по сравнению с алмазными пастами? Вот смотрите, я понимаю, можно сделать лабораторию заточки, работать с микроскопом, в халате и все у вас будет получаться. Но давайте будем реалистами. Многие из тех, кто хочет заниматься заточкой, это часто те, у кого есть уже сапожная мастерская, там тоже пыль летит. Многие, кто ключами занимается. Наверное, вот две первых категории, которых я выделил, им это интересно. Ключники, да, в основном. Очень много. И вы поймите, когда вы работаете с чем-то, что имеет жирную основу, любой абразив, то вам надо офигительную гигиену соблюдать в вашей мастерской. Я люблю работать чуть побыстрее, потому что моя конечная цель не эстетическое удовольствие испытать, а все-таки, чтобы клиент был доволен и при этом определенная скорость заточки была. Поэтому, когда мы работаем с водой, с пленками, гораздо проще держать высокое качество и не так углубиться в гигиену. Потому что, например, я люблю много чего работать на гриндере, мы о нем чуть позже поговорим. Гриндер классная штука, но вы поверьте, даже если вы его в самый противоположный угол поставите, пыль будет долетать из любой точки вашей мастерской. Либо вам надо трехкомнатную мастерскую, грязный цех, средний цех и лаборатория доводки. Мы поговорили про ножницы. На станке ADEMS Full Drive можно устанавливать не только горизонтальную планшайбу, но можно использовать другие абразивные материалы с посадкой на 32. Отверстие диаметром 32, вот этот диск снимается и устанавливаются сюда различные абразивы различных производителей. Да, замена делается очень быстро, тот болтик выкрутил, поставил и без проблем. Болтик у нас нет, но сейчас если найдут, то мы покажем вам. Итак, Алексей, какие расходные материалы вы еще применяете на станках? Ну, во-первых, у меня алмазные чашки и тарелки. Сразу скажу, чашка и тарелка, в чем разница? Основная разница только по высоте. Так, куда-то я их поставил. Чашку нам дайте, пожалуйста. Алмазные чашки. Да вот любую, дай я ее открою, нижняя открыта уже. Разница 12А220, 12А245. Некоторые находят преимущество в том, что там здесь чуть тоньше, здесь чуть толще. То есть по той методике, которой я работаю, маникюрный кусачок, мне в принципе все равно. Но изначально найдены были чашки, потому что, когда это 10 лет назад было, на базаре что нашел, на том и начал работать. То есть это дело привычки. Так же как и двухсторонняя точила или GMT2, прошка вторая. Тарелочки или чашки, вот что вам нравится, то и устанавливайте. Что я делаю здесь? Здесь любой абразив, который имеет посадку 32, но нужно понимать, что это речь идет только об алмазах и эльборах. То есть если мы говорим там резину прикрутить, вот резиновый круг на full drive, прикрутить то не проблема его, но от биения вы, наверное, не избавитесь. То есть я бы не рекомендовал full drive использовать вообще со всеми видами абразивов. Или там некоторые говорят, а что если его поставить на бок, какой-нибудь белый корун прикрутить и тут же вышлифовку делать. Ну, как сказать, хорошо, когда вещь универсальная, но невозможно все сделать на одном full drive. Универсальности есть минус. Страдает... Ну ладно, не будет перебивать. Что страдает? Качество страдает. То есть под каждую задачу нужен свой инструмент. Ну, соответственно, шайбой прижали и все. Для удобства. Вот этот кожух снимается, если у вас какие-то задачи, которые выходят за рамки подхода сюда руками, то, соответственно, вы можете это удалить. Я много чего в маникюрке делаю на алмазных чашках, ну не только, понятно, на full drive. Любую алмазную чашку при желании можно править. Правиться очень легко, но я думаю, можно об этом сейчас чуть добавить. Да, конечно. Как раз я думаю, что нашим зрителям будет интересно. Да, мы его и в расходники, наверное, надо будет добавить сейчас. Корбид кремния зеленый, если он что-то в районе среднемягкий и в 4 раза, в 3-4 раза превосходит, в 3-4 раза грубее любой из той алмазной чашек, которую вы хотите поправить, в принципе, при помощи такого брусочка можно скруглить край, сделать выпуклым, ну или что вам будет удобно под задачу, которую вы сделали. Например, я на некоторых чашках вот этот край скругляю. Мне удобно определенные операции делать. Можно слегка выпуклую ее сделать, но вогнутую я не знаю для чего, но, наверное, кому-то и вогнутая приходится. Мало ли что, затачивает человека. Что можно рассказать вообще о чашках? Это чуть позже? Ну, смотрите, я помню, мы разговаривали о том, что при использовании алмазных либо... Ну, вообще, есть два материала особо прочных в абразивных материалах. Вы, наверное, знаете, да, это самый прочный, по твердости это 10 единиц, а Эльбор это 9 единиц. Они практически два твердых элемента. Эльбор, он дороже, но по нашему субъективному мнению, когда его придумали вообще Эльбор, создали синтетически, синтезировали, Эльбор для заточки именно инструмента подходит больше, чем алмаз. У него немножко другая структура зерна. Я могу тут пару слов сказать. Если сказать просто, в идеале кристалл алмаза у нас, насколько, по-моему, пирамида считается, а Эльбор, так скажем, это пирамида, которую поставили на зеркале. Соответственно, у Эльбора больше тупих граней, чем у алмаза. То есть алмаз, он более такой едкий, агрессивный. И даже можно, как бы смешно в заточном деле это не звучало, но есть такой термин, да, самозатачивающиеся ножницы, у которых действительно это мифы, их не бывает. Бывает для учеников с микроносечкой. Да. Но, тем не менее, гранулы вот именно вот самого твердого материала, они при изнашивании имеют именно такой способ, они становятся острыми, остаются всегда даже по мере износа. Это именно особенность именно Эльбора. Да, и я бы еще немножко рассказал вообще про алмазные чашки. Да, я добавлю сейчас, Алексей, добавлю по Эльбор, что чем он лучше, тем, что он более стойкий химически к любому металлу, он нейтрален к любому металлу, он не окисляет в его отличие от алмаза. Он термически более стойкий, он не прижигает, менее прижигает режущую кромку, он более теплоемкий. Это вот одно из плюсов именно Эльбора в заточке, особенно очень мелких, тонких инструментов, кусачек или маникюрных инструментов. Да, причем визуально вы его особо не определите. Это Эльбор, это алмаз, но тут разные производители, даже у одного производителя. Цвет практически одинаковый, то есть в принципе это одно и то же. Он и красный бывает, и серый, чего добавить. Так, что про алмаз, Алексей? Обычно, когда возникает проблема засаливания алмазного инструмента, может быть я тут где-то, я не производитель алмазных чашек, так сказать, я с точки зрения своего опыта, то всегда, когда у вас чашка жгет, первый момент – это концентрация абразива в непосредственной связке. Они бывают разные. Базис – это обычно в районе 25%, насколько я помню. Я же предпочитаю весь алмазный инструмент минимум 100%. И если говорить в массовой доле, по-моему, 100% – это четверть, то есть 1 к 4. 200% – это 1 к 1. То есть там проценты, это не в смысле, что если 100%, то у вас 100% алмазов здесь. Обязательно должно быть связующее. Одна часть алмазов синтетических, три части – связки. Что это за материал, считается органика B201, самый распространенный. Если говорить, наверное потихоньку я про GMT2. Да, и вот я еще помню о том, что есть элемент, когда мы работаем с абразивом, алмазом. А, я понял о чем-то. Реверс, да? То есть по заставиванию? Многие из тех, кто работают на обычных точилах, они смотрят, что, к примеру, я работаю, у меня 28-20 чашка здесь. Новичкам я не рекомендую, как по мне 50 на 40 – золотое начало, так сказать. Что дает реверс на любом устройстве, куда вы прикрутили свою чашку? Вот принесли мне 10 маникюрных кусачек. Я их как затачу? Положил все 10. Я не буду каждую от начала до конца делать. Я сразу расточу передние поверхности. Это то, что изнутри у кусачек раз и два. Но как я это буду делать? Алмазы, как и другие абразивы, имеют свойство, так сказать, зализываться или причесываться, кто как говорит. Поэтому я беру 5 маникюрных кусачек. Включаю, к примеру, в эту сторону. Проточил эти стороны на маникюрных кусачек. Потом включаю реверс и эти же 5 с этой стороны затачиваю. Потом следующую партию из 5, иногда из 3. Почему я не сделаю сразу 10 в одну, потом сразу 10 в другую? Если вы хотите работать мелкими алмазами и чтобы они при этом у вас не засаливались, реверс все время помогает взбадривать абразив. Очень простой опыт. Берете чашку 28 на 25 кусачек, затачиваете. Тут же включаете реверс и сравниваете последние 5 кусачки правую и левую сторону с только что включенным станком в обратную сторону. И у вас визуально передние поверхности одна прям блестящая будет, а другая заметно матовая. Потому что, в общем, реверс позволяет работать мелскими алмазами, чего на обычном точиле как бы очень сложно. Алексей, скажи пожалуйста, дай совет, какой набор, допустим, начальный набор абразивных алмазных или эльборовых кругов ты бы посоветовал начинающему заточнику? Я бы посоветовал взять фулл драйв, мы сейчас о комплектации фулл драйва говорим. Мы сейчас говорим об алмазах или эльборах, какая 50 на 40, 63 на... В зависимости от ваших финансов я бы взял обязательно 50 на 40 либо алмаз либо эльбор. Эльбор показался чуть поприятнее, он работает на кусачках. У меня просто подсобнику выделил эльборову и показалось... Ошибок меньше было? У любого новичка у него ошибки он очень много стачивает, но огранки стало меньше. То есть, в плане огранки на эльборе легче ему стало. И если есть возможность, можно взять парочку. 50 на 40, 28 на 20. На 28-20 там много нюансов, не только на кусачках, но и даже на маникюрных ножничках, так сказать, подобие надфилем можно сделать. Его можно включить, что он крутится у вас вот с такой скоростью. И вместо того, чтобы надфилем там некоторые элементы доделывать, я вот недавно перешел полностью на алмазные чашки, на пониженных оборотах. В принципе, это как с водными камнями, процесс нарастания в вашей мастерской количества различных абразивов будет только увеличиваться. Стартуем мы с 50 на 40 по версии Алексея и, соответственно, 28 на 20. Я еще в ближайшее время взялся уже, кстати, эльбор 40 на 28, но так как я хочу много чего попробовать, как думаешь, что будем сейчас там? Да, есть вопрос по правке чашек. То есть в любом случае при эксплуатации у каждой чашки появляется определенная засаленность, либо выработка может появиться. Тогда расскажу немножко. Смотрите, если за чашкой не ухаживать, ее можно ушатать даже самую дорогую за 3 месяца. Опыт есть. Если взять мою последнюю чашку 28-20, так сказать, уже опыт приобретя, я могу сказать, что в чашках я не начал соображать так, как считаю нужно не так давно, то вот последняя 28-20 в июле будет ровно 24 месяца, как она у меня никак не испортится. Я уже даже и не расстроился, если бы она испортилась. За 2 года она себя отработала более чем. Первый момент, за которым нужно следить, если у вас есть пятна засаливания. Грубо говоря, на свет смотрите, и тут блестящее пятнышко, и тут блестящее пятнышко. Это два момента, где засалилась чашка. Что здесь будет? Здесь будет более легкое скольжение металла в этом месте. И по сути получается очень быстро. Здесь она проскальзывает и не стачивается абразив. А там, где само тело абразива, будет выработка быстрее. Если за этим не следить, то с появления мелкого биения до появления сильного биения на мелко абразивной чашке за неделю можно на полмиллиметра разбить её точно. Ещё нужно понять, что мелкие абразивы более тщательного ухода требуют к себе. Быстрее засаливаются, естественно. Поэтому я очень часто свои чашечки мою. Это не так сложно. С фуллдрайва её, к примеру, если снять или с профикса, лёгкая установка съём, то самый простой вариант, пимолюкс и металлическая щётка. Её помыл и всё отлично. А так, между делом, каким-нибудь растворителем и тряпочкой. Вы прям будете видеть, вы тряпкой протираете, а у вас там чёрная. Вот как чистая тряпочка становится, всё, значит вы свою чашку почистили. Если же всё-таки у вас случилось так, что у вас пошла волна, об этом тоже расскажем, то здесь несколько способов. Самый простой, не имея индикатора биения, фуллдрайв на бок кладёте, делаете что-то вроде подачи. Я на хелпер маркер прикручиваю, хелпером подкрутил, чашка крутится, и у меня получается там, где была засаленность, они стали бугорками. И у меня она прокручивается, и маркер раз, царапнул бугорок, понятно где. Может быть их несколько. Берёте стекло, порошок карбидокремния и притираете. Сразу вопрос будет, какое зерно. Мне кажется, чашки, независимо от их зернистости, при выравнивании, для меня удобно 60-80 зерно. Соответственно, эти места притираете более усиленно. То есть, если мы просто хотим чашку выравнивать, я всегда делаю вот так. То есть, она у меня... Не визуализируешь что-то? Вот так может. А если надо бугорок убрать, то в этом месте истачиваем. И путём того, что несколько раз ставим и снимаем, мы достигнем идеала. Если хотите заморочиться, индикатор биения в помощь, и тогда устанавливаете вот так, чтобы он уперся у вас, вот в это место и потихонечку проворачиваете. У меня так коллега пробовал. Честно скажу, я ещё ни разу не пробовал с индикатором. Вот такой метод есть. Да, ну даже такого метода будет вполне достаточно, чтобы убрать на чашки биения. Ну и нужно понимать, что инструмент идёт балансированный. Но, как производитель утверждает, у них идёт до определённого ГОСТа или ОТК. Есть допуски по балансировке до определённого. Так как мы работаем на легковесном оборудовании, то есть у нас же не 500 кг он весь, то вибрации будут ощущаться. Поэтому хорошенько было бы ещё и периодически их балансировать. Но о балансировке мы сегодня не будем говорить. То есть проблема с чашкой их две. Либо по массе разбалансирована, либо кривая. То есть либо отбалансировал, либо уже. И если вы знаете и обладаете умениями в ухаживании за инструментом, он вас будет радовать и служить очень долго. Да, поэтому лично для меня не проблема. Я не вижу смысла сэкономить энную сумму денег, даже если разница будет в два раза. Но если раскидать на единицы кусачек, у вас там себестоимость 3 копейки на кусачке будет, если не полторы. Ещё про другие алмазы тоже, наверное, да? Да, про алмазы сразу же зашла речь. Давайте поговорим. Но это не алмазы, это два вида эльборов. Я и алмазы такие пробовал, и эльборы. Первые эльборы, которые мне понравились, и вообще я перехожу на эльборы при всех грубых операциях. То есть если что-то грубое делать, мне очень понравился кромкостойкая связка BN-130, это эльборы. При зерне 160 на 125, если надо чему-либо придать определенную форму, делается очень приятно. Причем смотрите, благодаря тому, что, к примеру, на GMT2 или Pro2 есть ProFix, то есть возможность, так сказать, сделать искусственный реверс. То есть вы поработали, не знаю, 10-20 инструментов, легонечко гайки ослабили, чашки перевернули, и всё, вот у вас получился реверс. Они работают в другом направлении. Но я, честно, даже с кромкостойкими пока не заморачивался, работают они, засаливание особых не определил. Зачем вообще нужны такие круги? Если брать территорию нашей страны и ближайших государств, школы маникюра в каждом регионе сильно отличаются. Например, когда я тут посредством в Самаре жил, очень распространены кусачки при длине 6 мм, 5-8 мм. С ними можно не заморачиваться. Если вы более южные регионы, либо я не знаю, где еще у нас это встречается, есть кусачки типа топорики, где угол смыкания имеет определенные особенности. У меня на канале есть видео про форму заточки маникюрных кусачек. Там, в принципе, понятно на бумажке нарисовано, что да как. Но суть в том, что можно сделать не только плоскую заточку на кусачках, но и вогнутую. То есть для чернухи, черновой обработки, так сказать, мне показалось Эльбор кромкостойкий самое то. Причем цена Эльбор обычной, кромкостойкий, пока разницы нет. Ну пока, я не знаю. Я раньше, к примеру, для красоты брал все чашки. Видите, разница в корпусе такой и такой. Здесь корпус такой алюминий. Я даже не знаю, что там за смесь такая. Когда сверишь, его очень вонючий. Вот так даже нагляднее будет, вот такого цвета. Здесь вроде как литье, смотрится красивее, но по факту пришло к тому, что, во-первых, они более тяжелые, сбалансировка чуть мудренее получается, а второй момент, они с этого лета стали в два раза дороже. Поэтому за красоту в два раза переплачивать смысла не вижу. Перри переходе на чашки не на алюминиевой связке, не на такой блестящей, то есть качество не страдает. Ну да, абразив тот же. Единственное, нужно понимать, что некоторые позиции выпускаются только на определенном виде материала. То есть, если вы какую-то сверх узкую себе чашечку хотите или диск, то есть позиции, которые вам не сделают на алюминии, на прессовке ни на чем никогда, потому что это техника безопасности. То есть, там будет стальная основа. Так, ну, мы поговорили о станке Full Drive, мы перешли к станку GMT-2 и, соответственно, данный станок, напомню, предназначен для заточки маникюрного инструмента, кусачек, ножниц различных. Также здесь используется, мы предлагаем затачивать на станке несколькими способами. Вы можете затачивать так же, как и на Full Drive, с помощью наждачной бумаги. В технологии примерно та же самая. Либо на алмазных, либо эльборовых кругах. Вот здесь вот стоит профиль 9А3. Соответственно, обе стороны передней поверхности внутренней вы можете обрабатывать справа-слева от этого круга и затачивать. Да, и я бы еще добавил, что 9А3, 1А1, проблем с балансировкой я пока еще не встречал. Ну и, соответственно, если тарелка, тарелка алмазная 12А220, она имеет особенность, что может быть дисбаланс, то круг вот с таким профилем, либо вот с таким профилем, у него отсутствует дисбаланс. Ну, у того производителя, где мы берем. За всех ручиться тут нельзя. Какие здесь нужны абразивы, Алексей, для заточки маникюрного инструмента? Ну, в принципе, можно работать теми же зерна, к примеру. Ну, вот я люблю лично 50 на 40. Знаете, почему 50 на 40? Потому что мне нравится. Никто мне никогда не говорил. Леха, а ты знаешь, что если ты вдруг возьмешь 50 на 40, у тебя резко качество заточки подрастет? Я просто в свое время в две крайности впадал. Я делал 120 на 100, потом 160 на 125, но это невозможно, рыхлые, слишком грубые, поэтому фаски даже если там зеркало сделаешь, не то получается. С другой стороны прыгал 20 на 14. Мы свои золотые середины выбираем. Поэтому я бы так сказал, 80 на 63, 50 на 40. Ну и если кто-то захочет что-то сделать покрасивее, то 40 на 28 или 28 на 20. 100% алмаз. Да. Или эльбор. Ну и либо эльбор, да. И, соответственно, вот такие вот круги. Здесь параметры круга 160 на 125. Это эльбор ЦБН1. И диаметр его 100 миллиметров. Для вогнутой передней поверхности маникюрных кусачек. Итак, зерно по абразивной бумаге, оно различное. Выбираете, опять же, в зависимости от своей технологии, приклеиваете на диск. Также на этом станке можно затачивать, делать росточку, ну, например, суставов на абразивном круге. Обычный круг. Корун белый, да? Да, корун белый. Вы устанавливаете, росточку, Алексей, на корунде делаете? На каком абразиве? Честно говоря, я перестал пользоваться корундами, когда приобрел гриндер. У кого нет гриндера, вы можете использовать вот этот белый круг, это электрокорунд. А какое зерно вы используете? Это, мы говорим сейчас пока... А, это базовое. Ну, сороковое тут. Сороковое зерно, либо там может быть 80-60, для каких-то грубых обдирочных работ. Круги эти устанавливаются в профиксы, ну, и, соответственно, устраняется с помощью приспособления ADEMS Helper, устраняется биение на кругах, ну, и далее вы работаете. Итак, у нас, значит, на электродвигатель можно устанавливать наждачную бумагу, алмазные круги разного профиля и зернистости, керамические круги абразивные, грубые... Да, в принципе, любое. Единственное, что я к твоим словам бы давал, что запомните правило, все, что не алмаз или бор, один профикс, один круг. И они, пока смерть не разлучит их. Аксей, дай, пожалуйста, вот этот круг. Также, да, у нас в продаже имеются вот такие вот круги. Они, если оператор получится приблизить... Ну, тонкое сечение. Да, у них тонкое сечение. 125-й диаметр. Если вы посмотрите, вот такое вот сечение. Здесь сколько? Здесь 35 градусов. 35 градусов для заточки ножовок по дереву. Устанавливаете на GMT-2. Ну и, соответственно, зерно, например, где-то 100 на 80 вполне достаточно. Не на все ножовки. Зуби бывают разной величины и ширины. Можно затачивать вот на таком круге. 35, где-то 30, где-то 25 градусов нужно тоже иметь в ассортименте у себя такие вот круги. Ну и я бы хотел добавить, что мы совместно хотим расширить диапазон различных... То есть, смотрите, чтобы стать профессионалом, в любом случае вы должны обладать тремя вещами. Первое, ну, многими вещами, конечно, качествами, но если вот в рамках нашей деятельности, это, прежде всего, технологии, знать, какие расходные материалы нужно применять, и также станки. Вот эти три составляющие, которые мы можем вам дать, позволить вам рекомендовать. Ну и вообще ассортимент алмазного абразива и льворового, он в ближайшее время потихоньку начнет расширяться. Да, и для более опытных заточников появятся в продаже, появятся более качественные, более продвинутые расходные материалы. Да, вообще если алмазной чашкой говорить, ну есть, к примеру, алмазная чашка стоит условных каких-то 2 единицы, и мы ими работаем. У некоторых производителей есть премиум сегмент, который может стоить в 10-15 раз дороже. Для новичка это точно не нужно, я одну сейчас закажу попробую, они заодно цветные, я люблю разноцветные, и связки интересные. Как везде, абразивный, даже алмазный или льворовый инструмент бывает разного качества. Когда мы тестируем, мы подбираем, что более хорошо работает, то есть не работа ради работы, а работа ради качественного и быстрого результата. Повторюсь, наше оборудование предназначено для зарабатывания денег, то есть у вас должны быть такие технологии, такие инструменты, в которых вы очень быстро и много перерабатываете инструментом с постоянным качеством, чтобы к вам постоянно возвращались ваши клиенты. Те, кто говорит, поверьте, мы знаем многих заточников, те, кто говорит, что заточное дело невыгодно, оно невостребовано, либо на нем много не заработаешь, у всех много понятий разное, но мы знаем, что есть заточники, которые увлечены этим занимаются и которые зарабатывают очень хорошо. Итак, продолжим. Я предлагаю перейти к станку ADEMS Front Plate. Станок для заточки у нас ножей парикмахерских машинок. Значит, ножи парикмахерских машинок, ну не только парикмахерских, у нас есть грумерские машинки, у нас есть машинки для стрижки баранов. Я, кстати, раньше никогда не думал, что у меня будет спрос, но оказывается в сезон стрижки баранов это очень актуальный вопрос. Это летом? У нас на Кавказе сейчас уже началось. Стрижка овец летом происходит, поэтому в начале лета, чтобы они успели обрасти к осени, покрыться каким-то слоем шерсти, чтобы они замерзли. Поэтому стригут в начале лета и к этому моменту можно подготовиться. Станок как раз предназначен для данных операций. Перед вами сегодня мы показываем обновленный станок. Главное обновление заключается в изменении геометрии и формы вот этой планшайбы. Мы их уже длительное время тестировали, пробовали, Алексей. Это у нас здесь 0,14, правильно? Да. Планшайбы, какие основные изменения? Мы ушли сейчас от архимедовой спирали. У нас здесь так называемая гладкая поверхность. У нас есть рабочая зона. Видно в кадрах вот этот момент? Мы показываем людям, чтобы вы видели. Еще раз. То есть вот эта часть не рабочая, рабочая отсюда, то край. Да, то есть мы работаем на этой поверхности и говорим, что удерживая нож в этой поверхности, на этой части круга, мы можем гарантировать тот результат, который достигается. Итак, какие расходные материалы нам нужны для этих задач? Я не только про расходные, несколько слов отступлю вообще по ножам. Первый момент, который нужно понимать, человеку, который затачивает ножи парикмахерских машинок, что если он только затачивает и больше даже не смотрит в машинку, что там происходит, будут недовольные клиенты, хоть какая она будет, хоть платиновая, хоть золотая. То есть надо все-таки понимать устройство машинки, то есть вникнуть в это дело. То есть есть некоторые элементы, которые имеют свой износ, и их необходимо обновлять. По абразиву я со своей позиции. Я на алюминиевой планшайбе использую оксид алюминия. Он очень хорошо работает, по моему видению. Вот такой оксид алюминия. Они, кстати, тоже бывают разного качества. Бывает так, что и не точат. Вот это порошок, абразильный порошок, он импортного производства. Мы закупаем, фасуем уже, предлагаем к покупке. Для заточки парикмахера вот этих ножей используется F240. Вот такой цвет у него. Горчица такая? Да, коричневатый такой, как речной песок. Также сюда можно наносить под разные задачи также карбид кремния. В принципе, оксид алюминия и карбид кремния, они имеют право на существование и участвовать в вашей технологии заточки. Каждый мастер, еще раз повторюсь, каждый мастер сам определяет, каким инструментом и какими расходными материалами пользоваться. Кому-то что-то это, кому-то что-то это. Ну, например, для заточки по мне, заточка, например, решеток и ножей мясорубок, делается на плоской стороне из более грубого абразива. То есть не F220, например, но можно использовать F80, F90 или F120. Соответственно, результат вы достигнете больше. Здесь такая чистота поверхности, как, наверное, на ножах. На самом деле, я когда с мясорубками, ну я по характеру бывает так, но переживаю за то, какой результат клиенту дам. Я думал, надо какие-то там… А вдруг микронесоосность, вот я пальцем нажал сюда, и там, к примеру, здесь у нас миллиметр, а здесь 0,98 мм. И думаю, всё, колбаса не получится. И когда я начал затачивать эти ножи, особенно… Ну и вообще, где эти ножи находятся? Ножи эти все на рынках находятся, те, кто фарш крутит. К ним идти сразу с визитками. Мне их приносили, их так затачивают, что они просто выпуклые, круглые. То есть большинство рыночных заточников, они просто на наждак сбоку его притулили. Они вообще не думали о том, что надо что-то изобретать. Поэтому после вот этой планшайбы ножи, конечно, выходят… Как сказать, у меня ни одного недовольного клиента точно по ножам не было. И порошки, как бы Эдуард сказал, в принципе. Я бы ещё сказал то, что когда нож очень кривой, можно кое-что сделать на гриндере. Может быть чуть попозже мы к ним пройдём. Итак, какой ещё здесь применяется расходный материал? Да, есть ещё чугунная плита. Или ты хотел промазать? Да, я сейчас добавлю, про чугунную плиту дойдём. Есть специальный состав, шлифовальная жидкость. Она нужна для того, наносится небольшое количество, абразив у нас сухой, и если мы на сухую планшайбу насыпем, он разлетится. Соответственно, этот состав нужен просто для удержания и для равномерного распределения абразива по поверхности планшайбы. То есть вы, когда заправляете... Очень просто можно сказать. Это как из моря вышел, на песок сел, песок тебе прилип. А когда только пришёл, песок не прилип. Соответственно, ваша задача очень качественно зашажировать эту поверхность, чтобы абразив, так скажем, вмялся, прицепился к этой планшайбе для правильного шлифования. И это, наверное, не расходник, но применение расходника. Я столкнулся с тем, что многие приобретают и потом звонят, говорят, что-то оно не работает. И иногда выясняется, что тут, ну как сказать, мне вот этого объёма порошка хватит на десятки ножей. То есть это не значит, что мы вот на три части разделили, в чёрлево сюда, как шпаклёвку, и поехали заточить. То есть это порошка требуется мало. Кстати, почему ещё лично я тоже оценил работу без спирали. В спираль много порошка собирается. То есть может быть там при шлифовании каких-то там деталей огромных? При шлифовании используется метод применения насечки, где делаются квадратные чайки. Шабрение, архимедовая спираль. Да, используется. Но путём длительных экспериментов мы пришли и продолжаем это делать. На ножевых блоках она не должна. Мы правильно делали такую гладкую планшаю, потом с различными видами канавок, архимедовой спиралью. Сейчас мы пришли к такому варианту и считаем, что более правильно. Но технология заточки должна быть вам известной, вы должны правильно с ней обращаться. Без знания этого весь этот инструмент превращается в бесполезный ящик. Мясорубку можно сразу заточить. Вы стоите у вас в мастерской. Надо всё-таки вникнуть. Что, переходим в некоторых моментах, да, Алексей? Чугунная плита у нас ещё применяется. Ещё сразу, чугунная плита работает хорошо у нас с алмазными пастами. А планшайба о тех порошках, о которых уже было сказано. Несколько моментов, почему на других материалах не очень хорошо работают. Стоит говорить, нет? Как ты считаешь? Если это не будет великой тайной? Да, это не великая тайна. Просто я на YouTube иногда вижу, как на стекле трут ножевые блоки. Стекло у нас, это застывшая смола очень твёрдая. И по факту у вас катается абразив, а не затачит. Почему чугун именно с алмазной пастой? Потому что за чугун просто зёрна абразива хорошо зацепляются и остаются там. И нам легко достичь определённого результата. Я скажу, что я всегда совмещал и чугунные плиты и планшайбу. Поработал я вот на этой. Что-то мне чугунную плиту не сильно хочется доставать, но есть разные ножи. То есть, если мы берём то, что у грумеров, у них всегда основательные мощные ножи. А если взять сферу населения нашего города, которые также дома благополучно себя стригут и не ходят в парикмахерские, часто там ножи, малый нож, он довольно тонкий. Если его затачивать здесь, мне кажется, его незаметно можно сточить. То есть, там очень тонкая работа. Поэтому малый нож таких машинок я обычно довожу на чугунной плите. Или взять там какой-нибудь окантовочный нож, машинки, мозор. Технология применения такая же, как и здесь. Мы наносим некоторое количество. Но использовать с алмазами можно с алмазными пастами. Вот здесь они представлены. Опять же, под разные задачи используется разная зернистость. То есть, опять же, говорим, что, например, для крупного рогатого скота можно доводить, если это потребуется чугунная плита, то здесь нужно использовать пасты, например, 40 на 28. Я скажу, если брать ножи для баранов, я их не довожу на чугунную плиту. Если взять просто животные и люди. Да, собачьи или кошачьи ножи грумерские, они иногда требуют. В основном 14 на 10, иногда 28-20 делают. Просто ножи тоже бывают разные по свойствам. С годами определенный опыт у вас. Шаржирование чугунной плиты осуществляется с помощью... Вы на чем? На керосине? Ну, керосин, он вонючий. Хотя на керосине идеально получается. Поэтому я склоняюсь к тому, что я использую масло для профессиональных швейных машин, которое идет с минимальной вязкостью. Оно прозрачное, без запаха. Именно минимальная вязкость должна быть только для удержания. Чем гуще, тем хуже, скажем так. Также и здесь вот эта шлифовальная жидкость, ее можно дистиллированной водой разводить. Я уже не в курсе, может и обычной можно разводить или нельзя? Я как-то изначально где-то услышал дистиллированный. Лучше дистиллированный, потому что если применить воду с высокой жесткостью, жидкость может осыпаться в виде хлопьев. Поэтому лучше использовать горячую дистиллированную воду во избежание смешения и примесей. Для высыпания хлопьев. Бывает, что в регионах мягкая вода, люди наливают спокойно. Вы можете попробовать, проэкспериментируйте. Таким образом, опять же таки, определяя под различные задачи, в ассортименте у заточника под то, что ему нужно. У кого-то есть, кто-то обладает технологией заточки и мастерство. Достаточно ему буквально нескольких движений на планшайбе. Пять минут и нож готов. Иногда требуется планшайба. Я считаю, что для грумерских ножей, в частности, нужно иногда проявлять к этому особое внимание. Так как у животных бывает более тонкий пуховой волос, подшерсток, доводка. Проверка, во-первых, вашего пятна контакта. Особенно на начальном уровне, когда вы затачиваете, вы можете на какую-то сторону где-то больше надавить. Рассказывать зачем конус на планшайбе или сейчас не надо об этом? Мы сейчас давайте поговорим про расходку, потому что там время у нас все-таки ограничено. Поэтому мы говорим, что контролировать пятно контакта после заточки на планшайбе необходимо, можно только с чугунной плитой и мы вот это и рекомендуем. Есть какие-то обходные технологии, кто-то есть умельцы, они обладают прекрасно, мы не спорим. Но все-таки это универсальный аппарат, используется и в промышленной машине. Ну и годами признанно. Да, и в машиностроении это проповерочный и притирочный инструмент используется и не зря. То есть эта технология взята оттуда, именно в ручной шлифовке. Зачем комбинация двух элементов и абразивных материалов? Для увеличения опять же скорости, здесь 90% работы делается, финиш или 100%. Если принесли нож с выработкой, вы должны понимать, что на ноже может быть выработка, когда малый нож в большой нож, ну буквально в рост на четверть миллиметра, это реально. А поверьте, четверть миллиметра ножевого блока стирать на плите только, ну долго это. Я это как бы все время делал и проходил, но возвращаться к этому не хочется. Итак, у вас два варианта, используем чугунные плиты и это алмазные пасты. Алмазные пасты мы рекомендуем, так скажем, с маркировкой 100% алмаз с маркировкой NOM. То есть это, я могу ошибаться, но мы рекомендуем. Также это мазевидно смываемая алмазная паста. В зависимости от инструмента вы применяете различную алмазную пасту. Есть еще также эльборовые пасты, также можно их применять, но они соответственно дороже. Я их даже проверить не успел. Да, алмазные пасты прекрасно справляются, в ассортименте у нас есть. У вас, опять же, должны быть наборы. От более грубого абразивного материала алмазов к более мелкому. Тем более алмазные пасты, опять же, расходник, который наносится сюда не столовой ложкой. Буквально делается такая сеточка, с маслом это растер. Да, именно нож после чугунной планшайбы. Да, это грязная технология может быть долгая, но она гарантированно даст результат. В некоторых случаях она не применяется. На всякий случай чугун лучше мыть керосином или маслом, водой не вздумайте. Она может заржаветь. Я перед использованием всегда беру поролон, обычный поролон. Он очень хорошо ее чистит и с маслом я ее всю тщательно довожу до нужного мне состояния. Итак, что еще можно? Если какие-то вопросы остались по применяемым абразивным материалам для комбинации вот этих вот станков, прошу задавать. Так, перейдем к станку ADEMS TESAR. Какие материалы абразивные, вот смотрите, что такое TESAR. Это станок для заточки, вообще универсальный шлифовальный гриндер, станок с лентой 915 мм. Использован для большого количества задач, которые вы можете применить в себя в мастерской. И можно и лопату заточить и все остальное. Я могу немножко рассказать. Да, Алексей, расскажите. Единственное, что конструкция обновлена, поэтому мне иногда будет, наверное, требоваться твоя помощь. Так, местами нам будут поменяться. Что, например, я в своей мастерской делаю на гриндере? Я вам скажу так, когда я первый гриндер свой приобретал, я не знал, зачем я его приобретал. Я думаю, ну... У всех есть, пускай у меня будет. Да, пускай у меня будет. А в итоге получилось потом, что... Я не представляю уже, как без гриндера мне в мастерской жить. Потому что керамические, абразивные ленты... Керамику несколько фирм. Ну, три есть. Там, наверное, сейчас не будем о них говорить. Они чуть-чуть по качеству отличаются. Суть примерно одна. То есть, если вы не нажеделы, у вас там не два с половиной метра лента, то, в принципе, тут сильно не стоит на этом сосредоточиваться. Но сразу скажу. Я иногда на форумах читаю такую информацию, где говорят, лучше всего начать с самых дешёвых лент. Найти, где их... как их клеить. Вот... Ну, поверьте, вы купите её с клеем, нормально и работаете. Потому что не надо пытаться сделать всё своими руками. Что на этом гриндере чаще всего делать? Во-первых, придание формы маникюрным кусачкам. Бывает, приносят так, что там скол миллиметра три. Клиент говорит, а можно укоротить и сделать. Когда мы это делаем здесь, здесь или ещё на чём-либо, всегда будет дольше. Потому что керамическую ленту на вроде VSM, 3M или Boro Derfoss вы не установите. Здесь это делается быстро и не нагревается инструмент, что самое важное. Понятно, что после гриндера его надо аккуратненько на планшайбе довести до приемлемого внешнего вида. Потому что даже если я на гриндере ставил мелкие ленты, но он всё-таки шустро работает, как-то вот именно финишные операции я делаю всё-таки здесь. Что ещё делать на гриндере? Гриндер идеален... И с помощью какого абразива всё-таки наши сегодняшние слушатели? Я люблю 60 и 80, зависит от производителя, когда как. Ну и плюс ещё 60 бывает что-то более грубое сделать, потом она немножечко подзасалилась, но она также неплохо работает. Поэтому 8-60, если хотите одну взять, я бы начал с 80. То есть формирование черновых кусачек, ну как черновых, мы не изготовители, а сколы убрать, 80. Те, кто с нуля, я знаю, делают кусачки, те 36-40, но это когда вообще там надо мясо снимать. Да, вот Алексей сказал, когда он приобрёл, он не совсем понимал, зачем он купил гриндер. Таким образом, всё-таки, когда вы приобретаете станок, ну для начала, конечно, мы вам подскажем, мы вам спросим, для чего вы приобретаете, под какой инструмент, под какие задачи и цели. Необходимо, конечно, иметь какой-то набор основных материалов. Ну вот, например, вот прошу оператора показать, вот у нас здесь представлены различные производители. У нас в ассортименте нашей компании есть практически все производители под разные задачи. Если вы нам точно скажете, под какие задачи вы его покупаете, мы вам подберём ассортимент лент. То есть мы этой технологией обладаем. Если хочешь, могу немного о лентах рассказать. Да, я бы хотел, Алексей, рассказать нашим зрителям именно о лентах. Смотрите, для себя я ленты распределил так. Есть у нас грубые керамические ленты. Они идут от рокового зерна и до, чтобы не ошибиться, что-то в районе 170-180. Это обычно формирование чего-либо, придание формы. Ну максимум там может быть какая-то сверх черновая заточка на чём-то не ювелирном. Затем я бы выделил отдельно ленты 3M Trisac 237AA. Они идут от A100 до A5. A100 это у нас аналог 300 с чем-то, по-моему, грит. A5 это почти 2500 грит. То есть на 2500 грит, кроме Trisac, наверное, больше ничего не найдет. Это уже почти финишная полировка. Да, если хочется стамесочки или что-то подобное вытачивать. А острая, поверьте, острая. Вот этот шрам у меня подтверждает. Я стамеску сделал в первый же день, когда гриндер приехал мне. И такой думаю, ну как эти, а столярник из меня не очень. В общем, на всю жизнь запомнилось. Таких острых стамесок я не видел. И есть ещё ленты, я бы сказал Scotch Brite. Их есть 4 вида абразивных и безабразивный. То есть на эту ленту можно наносить пасты полировальные и, соответственно, придавать внешний вид инструменту. Есть, кстати, ещё идея. Некоторые пробовали. Я сейчас знаю, что я себе дома делаю. Взял ленту A5, самую гладкую, и отдал сапожнику. Он пристрочил мне на неё сверхтонкую кожу с двух сторон ободранную. А на неё мы вклеиваем ременную кожу. Хочу попробовать сделать полностью кожаный полирование. Но там есть много нюансов с тем, что она отклеивается. Надеюсь, когда-нибудь это получится. Покажу на своём канале. Поэтому получается ещё раз. Есть грубые керамические ленты. И для грубых операций лучше не экономьте на лентах. Там не такие колоссальные деньги. Есть у нас тризакты для заточных операций на гриндере. И есть полировальные ленты. Это безабразивные. И есть ещё 4 вида разноцветных абразивных скотч-брайтов. Они неплохо дают вид сатина на чём-нибудь. Если вы не как изготовитель, а для дома решили ножичек поправить, очень красивый внешний вид будет. Кстати, мне понравилось, что обновили и теперь просто на магните открывается вот эта деталь. Нас долго просили. Так, как он падает у нас вниз? Надо сказать волшебное слово, и он падает. И где там эта волшебная кнопка? С этой стороны у нас просто затягиваются два болта. А, всё, я понял. В положении вот таком я несколько раз, кто-то сейчас скажет, это бред или скажет, так не работает. Когда ножи сверхкривые мясорубки приносят мне, я ложу их прямо на плоскость. И обязательно неодиомагнит на мясорубку, а лучше два. И всё время вот так, раз с проворотом, два с проворотом, три с проворотом. И тогда получается понятно, что нож будет выпуклый. На каком абразиве? В сороковом, в шестидесятом? В сороковой тут не пойдёт, где-то в шестидесятой. И с мясорубочки можно снять немножечко вот это вот супер кривое мясо. Но это если после других заточников, которые испортили. И потом на фронтплейте доделаешь. Поэтому много чего я тут делаю. Но в частности, один из моментов, чернуху на мясорубках можно сделать на ленте от гриндера. Но понятно, что это небольшие промышленные ножи. Ширина ленты используемая на данном гриндере 50 мм. Вот что тут помещается, во всём можно использовать. Есть ещё у вас приспособления для заточки ножей. Я им в принципе активно пользуюсь. У меня и самодельные, и похожие есть. Суть проста. Есть у нас зажимы для ножа. Есть кольцо регулировочное. Площадку там сейчас как на новом быстро поменять? Это ж можно здесь. И соответственно вот та штанга используется. Алексей, скажи пожалуйста, вот допустим принесли тебе вот такие вот ножи. Приносят похожие? На станках апексного типа затачивать их смысла я не вижу. Принесли, я не знаю, штук 10 тебе их там, 20. Вот, для этого нужен гриндер. Скажи пожалуйста, какие ленты ты для этого используешь? Вот для бытовых, обычных и сколько времени тебя это занимает? Ножи бытовые приносят иногда в таком виде, что там у нас ямы по полотну. То есть дома на камешке их точили, испортили полностью. Если человек говорит, хотите я говорю, базовую геометрию чуть-чуть поправлю на ноже, и он соглашается, стоя на где-то на 60 зерне, прям туплю нож, вывожу профиль лезвия. Потом я никогда на таких дешевых ножах не пытаюсь делать какие-то красивые спуски. У меня есть еще как бы определенный опыт, наверное. Благодаря этому я на руках вывожу примерно вот то, что здесь видно. То есть вот такой своеобразный спуск. Это нельзя назвать красивым спуском, как на охотничьих ножах. Ну вот, на кухоньках. Делаю это на гриндере, тоже зерне на 60-м. Единственное, что я потом использую скотч брайды, потому что после 60-го он настолько рыхлый и грубый, что я боюсь, что сегодня что-то резать будет, там цепляться будет за вот эту жесткую обработку. Скотч брайдом пару раз так раз-раз-раз. И доводку в конце я делаю, там и от ножей зависит, какой-нибудь из трезактов, там что-нибудь в районе А-30, А-45. То есть, к примеру, на А-6 кухонный нож доводить. Ну нет никакого смысла. И она быстро засалится. Редший кромк будет очень, так скажем... Она не какая там будет, просто блестеть будет. Он быстро у вас затупится. И все-таки для кухонных ножей, я думаю, что для стойкости рельщик кромки, наверное, нужна какая-то некая микробильма. И чтобы снимать заусенец на таких ножах, очень простое у меня устройство. Тут уже и станок не нужен. Хороший кожаный ремень, без пасты, без ничего. И просто на нем заусенец, я остатки отбиваю. То есть, чтобы после ленты... Ну моя логика какая, вдруг у них в пищу заусенец попадет, может неприятно кому-то. Может приятно. Железо полезно для организма. Я новую вот эту еще не пробовал, поэтому... Здесь схематично мы покажем. Да, мы в прошлый раз показывали работу заточки ножа. Значит, вот эта штанга, она устанавливается вот сюда. И все здесь болт в комплекте идет. Устанавливается на тело гриндера. В держателе зажимается нож. За счет вот этого момента, держи, вот у нас получается уголы меняются. Кольцо двигается. Причем кольцо двигается и двигается у нас сама штанга. Вы можете выбрать различные заточки. Таким образом, мы стремимся к решению какой задачи. Применяя различные, ну вот для ножа, сколько? 3-4 лента для бытового достаточно. Может быть даже 2 иногда, если они есть. 3 ленты можно даже... Это не в смысле, что 3 ленты все порежущие кромки. Одна для формирования, одна для заточки и одна для, так сказать, сгладить риски. И времени на это надо еще раз? Ну тут еще смотри какой момент. Есть люди, которые делают так. Взял одни кусачки, полностью их заточил. Если я делаю ножи, вот мне их принесли, я всю охапку поправил геометрию, всю охапку сделал, такие подобия спусков. Ну да, если каждый раз стоять и менять ленту под каждый нож, то долго. А так 10 ножей за час точно можно сделать. Сколько стоит заточка одного ножа? Ну тут от регионов еще зависит. Ну вот такие ножи у меня по 100 рублей. 100 рублей. Итого час... 1000 рублей. Много или мало решать вам, но мы говорим о том, что все-таки вручную, на приспособлениях ручного типа, но не имеет смысл тратить дорогие камни. Нет, если я вручную нож затачиваю, самый дешевый, если вот просто так, лишь бы резал, они говорят, ну это три сотни минимум будет. А времени? Времени больше там. Нет, но в этом случае, если за 300, то это минут 20. 20 минут один нож, то в час три ножа. С помощью станка для бытового сектора, для рынка, для дома. Нет, оно просто нет смысла. На базаре кто там будет тебя разглядывать, там зеркало, не зеркало. Совершенно верно. Таким образом, имея просто брусок, мусат, это одно дело, но имея станок в вашей мастерской для того, чтобы быстро и оперативно заточить, это ваше конкурентное преимущество. Вы можете сэкономить, не сэкономить, вы можете на качестве, у вас качество останется прежнее, но времени на заточку уйдёт. Конкурентов вы уберёте тем, чтобы вы уменьшите стоимость заточки. И ещё важный момент, надо как бы и своих клиентов чему-то обучать. Я, например, клиентам говорю, вместо вот этих точилок, я говорю, пользуйтесь керамическим мусатом. Заодно их можно у себя держать, чтобы клиент мог его у вас и приобрести. Подобные вещи как бы... Итак, у нас поступил вопрос, господин Мельников спрашивает. Хотелось бы, я так понимаю, по Front Plate рассказать, но у нас время есть. Я думаю, что мы буквально потратим на эту минуту времени. Прошу, проходите. Опять же, тем, что я сейчас делюсь, это моё понимание. Вот смотрите, если мы возьмём чугунную плиту... Чугунная плита у нас какой формы? Она у нас плоская. Я её не профилирую. Со временем может быть вогнутая стать, но это плохо, это надо выравнивать. Это следующий вопрос, который задают нам. Тоже спрашиваю, да? Я просто хочу понять, что есть технологии, где люди полностью обходятся чугунной плитой. И ножи у них прекрасно режут. И ни один заточник это может подтвердить. Тогда спрашивается, на что влияет конус. Давайте подумаем. 0,14 градуса, это получается оно здесь где-то 8,2 минуты, если в градусах считать. Если ошибусь, перечитайте на калькуляторе, это то, что я помню. Может ли этот уклон существенно повлиять на форму самого ножа, чтобы он каким-то чудным образом резал дольше? Я думаю, нет. Если представить, почему я сказал про 8 минут. Представьте, каким должен быть шар, у которого на таком участке выпуклость 8 минут. Не шар, скорее всего, а форма вот такая. Ваша задача, нож, я схематично показываю. Мы пытались, ну вернее не мы, а мировое сообщество пыталось сделать вот такую форму, чтобы нож у нас касался обрабатанной поверхности вот по такой вот плоскости. Таким образом у нас здесь образовывается некая выработка, некая такая выпуклость. И таким образом вот этот угол, вершина у нас конуса здесь, который идет на понижение. Когда мы ставим, мы имитируем вот такое положение. Конечно, у нас есть небольшое расхождение, но оно настолько минимальное, что оно здесь уже не так важно. В моем понимании, зачем это нужно? Смотрите, есть ручная заточка ножевых блоков, есть когда привод ходит, затачит. Но в любом случае это не мега точный привод, это я точно могу сказать. Поэтому конус дает возможность компенсировать погрешность рук при вот таком перекате ножа. Получается, когда нож вот так, а он у вас может так кататься. То есть если вам кажется, что у вас железные руки, вы можете полную плоскость сделать, если там углубиться и под микроскопом просветы, наверное вообще практически ничего плоского. Даже поверочные линейки, у них есть класс точности. То есть даже поверочная линейка, она все равно кривая. Поэтому если там до сверхточности углубиться, наверное ничего вообще тут на этой планете плоского абсолютно нет. Поэтому, когда мы затачиваем, у нас передвижение ножа идет, вот здесь покажу, от центра к краю, от центра к краю по рабочей поверхности. И у нас есть два нюанса, которых надо нам избежать. Первый, это переката вот этого и в принципе конус, он немножечко компенсирует, помогает в этом плане работать. То есть когда этот перекат компенсирует. Второй момент, у нас всегда есть опасность заточить нож так, что у нас сердцевина будет более выпуклая, чем края. А это очень легко проверять, ну это вам такой совет. Берете, если неопытный, маркером закрашиваете поверхность уже заточенного ножа. Берете, где магнитик? Здесь нет его? Ладно. Берете нож с магнитиком на вращающую площадь шайбу и вот так роняете его раз и через несколько секунд поднимаете. И смотрите, если вы грамотно давили на нож, а грамотно давить на центр, ножа не на край. Это, кстати, заблуждение. Я когда-то тоже думал, что если на края ножа давить, то мы типа плоско сделаем. Если мы давим на края ножа, мы наоборот сточим здесь и здесь больше, чем по центру. Правильно давить на центр. То маркер у вас сотрется, знаете как, если все грамотно сделали. Первые затирания начнутся здесь и здесь и меньше всего по центру. То есть нож, хотя он жесткий, мы визуально не можем увидеть, если мы его погнуть можем, но он все-таки… Можно все-таки на плоскости, в неумелых руках можно завалить плоскость и сделать ее… С той же стороны в умелых руках можно сделать так, что у нас даже как-будто края чуть-чуть выше будут. Единственное, что иногда бывает опасность, запая арки вот так затачиваешь ножи. Крупные-то ты их не испортишь, а потом мелкие берешь и так же на центр сильно давишь, а потом машинку включаешь, у тебя получается он трется только здесь. А середина она вообще не касается, потому что ты его от души прижал, так скажем. Поэтому конус, он компенсирует у нас вот этот перекат, а остальное остается правильным нажимом компенсировать. И на выходе у вас получится правильно заточенный нож. Самый простой тест, наверное, ну помимо резания, нож включили, запустили, погоняли, посмотрите пятна затирания. Если вы видите что-то там вот прям где-то в пропуске, то однозначно вы накосячили. То есть, ножи должны равномерно втираться друг в друга. Некоторые говорят, что благодаря конусу у нас зубчики вот так становятся и потом притираются. Но поверьте, через 10 стрижек 14 минут на плоскости там следа не останется. Но это моё мнение. По чугунной плите, Алексей. Вопрос по именно, когда существует выработка, на каких абразивах вы выразливаете? Ну тут два способа. Самый простой способ – найти качественную мастерскую, где стоит плоскошлифовальный станок. И они сделают вам это автоматизированно. Бывают, конечно, ребята, которые очень разболтанно в оборудовании всё это делают и некачественно. Но вот это вручную никто не притирал. Если бы эти плиты руками притирали, я думаю, она бы… Всё-таки грамотно, я уже это не первое слышу рекомендации, грамотно… Есть у вас два варианта. Первый вариант – это приобрести новую планшайбу. Плиту. Извините, плиту. И второй вариант – это отдать именно на производство. В вашем регионе, где есть плоскошлифовальный станок, вам отшлифуют. Либо обратиться в нашу компанию. Вы можете прислать эту планшайбу и плиту, и мы вам её отшлифуем до первоначального состояния. Есть ещё способ трёх плит. Есть много способов. Я пробовал этот способ. Какие мои выводы? Я весь день тёр плиты. День не зря прошёл. Ну, подкачался. Во-первых, плиты прилипают. Когда дело уже доходит до того, что порошки поменьше, ой, не порошки, а пасты, ни в коем случае на порошках карбида кремния я бы не советовал. То есть это однозначно на алмазных пастах. Плита начинает липнуть. Да, это можно сделать руками, но всё-таки лучше автоматизированным путём. То есть если ваша цель стоит именно… Либо если у вас есть подсобник, которому нечего делать, можно его загрузить на весь день и тереть плиты. Хорошо. Наш вебинар подходит к концу. Есть у нас несколько вопросов. Можно я тоже посмотрю? Да, вопрос мы ответим. Какие обороты использует Алексей для заточки маникюрных кусачек на DEMS Full Drive? Я использую максимальные обороты при заточке маникюрных кусачек. С чем это связано? Вообще Эльбор и Алмаз – это абразивы, которые, как заявляет производитель, любят обороты. Вообще считается, что если мы берём алмазную чашку Эльборовую, то Эльборовой вообще было бы хорошо тысяч 4-5 дать оборотов. Я не пробовал, но надо ещё понимать, что мы затачиваем маленькие детали, и у нас многое сходит нам с рук. То есть, к примеру, есть множество заточников, про обороты – ответ 3000 максимальный. На Full Drive 3000 используйте. Да, но если я использую для заточки, к примеру, как надфилем, по ножничкам пройтись, максимально медленно, сколько может, 150. Кусачки максимум. Главное – на встречу фаски. Ответ такой. Ну, отлично, отлично. Ну что, мы постарались, ещё раз повторюсь, наша цель вместить в эти полтора часа, по максимуму расширить ваш кругозор в рассудных материалах. Всё, конечно, сюда невозможно вместить, мы говорить про это можем долго, но пытливый ум всегда найдёт выход из любой ситуации. Обращайтесь в нашу компанию, обращайтесь к Алексею, и, соответственно, вы всегда можете решить для себя. Да, и я вот тут от меня лично, как вывод, если можно. В заточке инструмента важнее геометрия, а не секретный абразив. Если у вас кривая геометрия получилась, каким бы абразивом вы не затачивали, ничего у вас не получится. Поэтому абразив, он выполняет нужную хорошую функцию, но следите за формой. Итак, друзья, получить консультацию по подбору рассудных материалов, по подбору оборудования, вы можете, обратившись по телефону на сайте adems.ru, наши менеджеры подберут. Получить технологию обучения можно в заточке парикмахерского маникюрного инструмента в нашей международной академии заточки adems. Напомню, с нами был сегодня Алексей Макаладзе, основатель собственной крафтовой школы по заточке парикмахерского маникюрного инструмента. Большое ему спасибо за то, что он доехал до нас из славного города Майкопа, до Тольятти, где рядом с нашим городом Скоро Самаре он долго проживал. Ну и соответственно всем спасибо, кто нас смотрел, до новых встреч, задавайте вопросы, пишите, будем рады на них ответить. Всем пока. Пока.